Приветствую вас, Алена. Вы знаете, довольно часто поступают такие вопросы и такие истории, что вот человек вроде бы как по той или иной причине расстается с партнером, да, по той или иной причине человек вроде бы как, ну, вот, как-то больше, больше не, ну, больше не взаимодействует. Как бы, условно говоря, с партнером, да, вот, партнер пытается вывести на разговор, значит, постоянно там звонит, постоянно там как-то о себе заявляет, вот, и есть такой момент, да, что вот, я вроде бы не реагирую, да, ну, вот, 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 вроде бы, вроде бы я не реагирую, вроде бы, вроде бы я игнорирую. Но при этом все равно вот почему-то так вот получается довольно интересным, довольно интересным образом так получается, что я пытаюсь, знаете, как-то вот, как будто пытаюсь понять человек все равно, да, почему он, вот, зачем меня дергает. И вы знаете, вот, в чем здесь суть ситуации, в чем здесь вот именно суть? Это в том, что судя по тому, что вы описываете, вас все равно по-прежнему, видимо, задевает как-то эта история, вы все равно эмоционально отвлекаетесь на это, вот. И именно поэтому вас интересует то, почему человек ведет себя именно так. И в первую очередь здесь нужно работать с вашей реакцией, в первую очередь здесь нужно работать с тем, каким образом вы реагируете, тем, так, как вы реагируете, да, вот. И для того, чтобы вот обрести некий такой баланс в себе, а дальше уже действовать исключительно из аспектов, которые для вас приемлемы. Ну, вот, как бы, вот, ну, в большей степени, скажем так. Потому что, если вы реагируете, ну, на ситуацию, да, если вы реагируете на то, как он вот себя ведет, например, а если вы на это реагируете, вот, таким образом, да, вот, ну, так, как вы реагируете, вот, то, естественно, вы не можете ситуацию воспринимать как-то вот, ну, полностью адекватно, что, полностью адекватно в данном случае. Это, получается, попросту невозможно сделать, потому что вы чувствуете, вот, что, ну, как-то откликает на это. Поэтому, в первую очередь, вопрос, что для вас означает его здесь, какие чувства, вот, у вас это, ну, это вызывает, да. Вот, это, это, пожалуй, первое, на что хочется обратить вам, ну, как бы, ваше внимание, да. Второе, на что хочется обратить ваше внимание, то, что, ну, действовать в таких случаях полагается, ну, исходя из возможных средств защиты. То есть, в данном, в данном случае можно говорить о том, что человек вас, человек вас преследует. В данном случае можно говорить о том, что человек, как бы, ну, нарушает ваши границы личные, да. И, соответственно, вот, ваша задача заключается в том, чтобы себя, ну, защитить, вот, в этой ситуации, чтобы себя безопасно. Вы можете, в принципе, воспользоваться законными методами, можете воспользоваться такими методами, скажем так, полурегальными, вот. Ну, то есть, ответная какая-то история про, там, припугнуть и прочее. Но, самое главное, конечно, это, вот, разобраться именно в том, вот, каким образом вы сами реагируете на, вот, ну, на человека. Если вы этого не сделаете, то, в общем и целом, ситуация будет, ну, вот, довольно печальной в данном случае, довольно грустной в данном случае, потому что получится так, что вы себя, по сути, обманываете. Вот и все. Следующий момент, это то, что вы, в принципе, столкнулись с таким человеком, с точки зрения психологии, это происходит не просто так, с точки зрения человека, это происходит, в том числе, вот, по той причине, что... у вас есть некоторая вот такая жертвенность, к сожалению, и, соответственно, нужно, вот, в первую очередь, работать именно с, как бы... с вашей жертвенностью здесь. То есть, именно, вот, задача в том, чтобы проработать вот эту жертвенность вашу. Ну, на мой, на мой взгляд, да, это вот такой принципиально важный момент, на который имеет смысл обратить, обратить ваше внимание. Вот, собственно, все, пожалуй, пока что... Что я хотел вам сказать, вот, на данный момент. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам, ну, куда-то двигаться, да, в ту сторону, в которую вы бы сами, например, хотели бы. Вот, я вам желаю удачи, вы большая молодец, что, вот, обратились за помощью, вы большая молодец, что заговорили об этом, вот, вы большая молодец, что обозначили, так скажем, проблему, вот. Ну, правда заключается в том, что это первый шаг только к решению ситуации, к решению проблемы и следующим шагом для вас станет выбор психолога, да. И, значит, ну, вот, работа уже с ним более, более, ну, более, более превентивная, скажем так, да. Вот, это то, что я вам хотел сказать. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. Надеюсь, что, ну, что ваша ситуация будет самым лучшим образом, как бы, разрешена. Вот, и надеюсь, что, вот, вот, свои проблемы, которые, вот, ну, которые вы сейчас чувствуете и ощущаете, вот, что они разрешатся самым лучшим для вас образом. А мы вам, в общем-то, от радости помочь. Удачи! Удачи! Удачи!